Старость в радость. Именно эта фраза должна стать девизом сочинских пенсионеров, уверен глава города. Анатолий Пахомов предложил людям старшего поколения чаще выходить из дома и вместе интересно проводить время. И вот проект «Активное долголетие» полностью реализован на курорте. У пожилых людей появился оптимистичный настрой и планы на новый день. Оказывается, для поддержания здоровья нужно не так и много. В идеале не менее 10 тысяч шагов в день. Для групповых прогулок разработаны маршруты во всех районах Сочи. Три минуты ходьбы снижают давление, а 10 минут ходьбы снизят повышенный холестерин и повышенный сахар и так далее. А 90 минут ходьбы каждый день снизят уровень депрессии у пожилого человека вдвое-втрое. Поэтому вот это одна сторона, чисто физическая. И второе, вообще все занятия физической активностью, они вызывают выработку в головном мозге гормонов радости. Пока участниками проекта стали 4000 сочинских пенсионеров. Сами они говорят, что с каждым днем их гвардия увеличивается. Те, кто еще не знает, что делать на пенсии, могут присоединиться в любой момент. У всех интересы разные. Можно найти досуг в домах культуры и библиотеках. Но в первую очередь активное долголетие – это комплексное оздоровление, включающее в том числе и занятия физкультурой, йогой, дыхательной гимнастикой, танцами. Все это активно практикует группа здоровья на бытхе. В начале, конечно, идет разминка. Потом у нас есть упражнения, которые мы обязательно выполняем. Это дыхание пострельниковой. Потом у нас есть упражнения бубновского. Потом у нас есть упражнения тоже по бубновскому, но с одегощением. Это гантели, гантели. Многие взяли камешки на берегу нашего любимого моря. Здесь занимаются женщины разного возраста, в основном от 60 лет. Самые старшие – 93 года. Сибирячка Нина Михайловна Луганская в молодости даже Днепр переплыла. А в 45-м принимала участие в параде физкультурников в Москве на Красной площади. Когда проходили по Красной площади, я видела очень близко Сталина. Сталина, Инженхауэр, Маршала Тита. Ну и пели мы песню «Шагать», осталось нам немного. И так проходили. Первая колонна Российской Федерации заканчивалась Эстонией. Эстонская. Вот и был парад физкультурников. Проект «Активное долголетие» реализуется в Сочи в рамках президентской инициативы 80+. Людям старшего возраста предлагают не только комплекс физических упражнений, но и занятия языками и курсы компьютерной грамотности. Все занятия бесплатные. Елена Авсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.